Сегодня мы встретились с главным врачом городской больницы Алексеем Ладожевым. Настроение у него было неважное, так как работа, проведенная предварительно в течение полутора месяцев, Национальная служба здоровья Украины, увы, не дала результатов. Суть проблемы далее. К сожалению, те декларации, которые были подписаны как пациента с доктором, когда еще существовало СМСЧ-5, они на данный момент не активны. Чтобы нам их активировать под наше учреждение, нужно их переподписать. То есть технически это будет выглядеть намного проще, чем первичное составление декларации, потому что там не надо вносить много вот этих вот данных и все остальное. Технически нужно просто подойти или к доктору, или в ЦНАП слоутический и, скажем так, внести изменения в декларацию. Придет СМС-подтверждение, да, код для подтверждения, и вот этот код нужно сказать доктору, чтобы он подтвердил это все в ЕХЭЛС, да, то есть в электронной службе здоровья. Значит, почему так все произошло, объясняю, потому что во время реорганизации, когда присоединился СМСЧ-5 к Слоутической больнице, изменился код, код ЕДРПУ. А все декларации были подвязаны под этот код. Мы в свое время, когда все это случилось, спрашивали и делали запросы в Национальную службу здоровья Украины по поводу, как это все сделать автоматически. В конце декабря они нам отвечали простой фразой, что сейчас это все идет в техническая разработка, как это все надо сделать. Вот в середине января появилась информация о том, что мы должны подать запрос. Мы этот запрос подали, но на мой вопрос, когда же это все будет рассмотрено и осуществлено, они сказали, что этот запрос в течение месяца только рассматривается, а потом уже они приходят к какому-то решению. То есть нам еще месяц нужно ждать, ответа только будет, это рассмотрено и не будет, и возможно ли это технически сделать или невозможно. Соответственно, естественно, из-за того, что декларации у нас сейчас не активны, естественно, на первичную медицину у нас сейчас денег идет не просто в два раза меньше, чем оно должно идти, а намного меньше. Соответственно, мы не можем оказывать услуги в том, в полном объеме, в котором мы должны их оказывать. То есть это и те же самые бесплатные анализ крови, сахара и так далее и тому подобное. Почему? Потому что просто даже на зарплату не хватает денег. А вообще были какие-то попытки такого здравого взвесить о том, что по идее люди в те же, город тот же, ничего не изменилось. Изменилось фактически только, ну по большому счету название медико-санитарной части. Были такие попытки объяснить, что а не проще ли вам там изменить шесть цифр, условно говоря, чтобы не тревожить 12 тысяч людей? Когда создавалась вообще эта электронная служба здоровья, они этот момент не продумали. Просто технически не продумали, что может в связи с реорганизацией меняться. Такие случаи были, да. И соответственно, из-за этой ошибки тянется вот эта вся проблема. Поэтому есть просьба к жителям города Славутича по возможности записаться по телефону в регистратуре, чтобы прийти к своему доктору и переподписать декларацию. Сколько эта процедура займет у людей? Все зависит от того, на какой телефон, грубо говоря, был подписан этот пациент. Если на свой собственный телефон, то это можно будет осуществить в течение нескольких минут. То есть прийти со своим операцией? Со своим мобильным телефоном прийти и просто у доктора изменить информацию и получить смс-код, сказать его доктору и переподписать декларацию. И все. То самое главное взять с собой мобилку. Да, мобилку обязательно, ту, на которой была подписана декларация. Шановні славутичани, у зв'язку з припиненням діяльностей державного закладу СМСЧ номер 5 та створенням Славутицької міської лікарні виникла необхідність у перереєстрації підписаних раніше декларацій приписної компанії лікар до кожної сім'ї. Перереєстрація буде відбуватися за попереднім записом у реєстратурі, кабінетах номер 109 та 119, поліклініки та в порядку живої черги в Центрі надання адміністративних послуг 31 січня 2019 року. Попередній запис здійснюється у реєстратурі за телефоном 2-21-88. При собі мати мобільний телефон з номером, на який надходило СМС-повідомлення при укладенні декларації. Не потребують перереєстрації декларацій, підписані з ФОП Грушецька Світлана Іванівна, та декларації, укладені з Славутицькою міською лікарнею після 14 грудня 2018 року. Дякуємо за порозуміння. Адміністрація Славутицької міської лікарні.